3 июля 2019 года деревня Потеряевка Игнать Тихонович с Володей бреднем вываживают рыбу из слюзового водоема Игнать Тихонович там направляет потому что небо это очень большой пытается пробиться сейчас приблизим вот так Володя по горлышку идет в воде Молодые братья не старые Тараси пугают рыбу они пытаются протянуть вдоль берега и выйти в узкое место и там выйти на берег Володе тяжелого натяжки нету там по плавке он плавает по идее вверх широкий двухметровый зеленого цвета потихоньку продвигаются Володе очень тяжело потому что он весь в воде находится вот это узкое место потом выходит там более широкое затормозили видать не вот натянулся дальше не идет очень тяжело Казалось бы что такое рыба ну вот какие труды подъемлются вот он еле-еле идет пока что и на другого Владимира родного и Тараси все которые молотят отпугали рыбу от берега ну вот непJI ух пу упал encoding по в hablabi ух все взять треногу конечно долго и 100 лет не пятиминутный конечно ролик это ветер дует еще появился не вот вот как получается это довольно таки широкий десяток метров больше даже вот как бьют вот так братья по берегам по берегам и рыба боится хлопков этих конечно для нее этот удар как если бы где-нибудь в каком-то помещении за потом железным кто-то ударил кирпичом свои центры так они реагируют 80 лет дедушка рыбачит а я сижу на берегу снегки дело так господь распорядился все происходит посмотрите это зале общую картину уже не близко и мельче становится брести будет лучше уже усталость конечно наливает больно охота рыбы надо быстро а мы с кого-то не ставим надо здесь было брать только кого-то лохца вот выступом сзади который Вперёд меня не ходи, запрошу держись, отстань маленько. Я об этом не протянул, конечно, со своими коленями. Вперёд меня не ходи от дяди Вова. На три шага вперёд. Природа какая, залитая влага, шлюз искусственный. Поднятое каменное сооружение, которое перегородило небольшую лощину. Посмотрите, пейзаж какой. Вот идут берёзовые конки. Вот так вот. И степка равная. Вот так вот. Братья идут на одинаковом расстоянии, младшие. Места и тараси. Вот. Хорошо. Ну прям, ширина почти идеальная. Вот как тут всё это. Вот. И вот. Вот. Вот он шлюз. Вот он сам шлюз. Вот он. Ветер дует, наверное, голос относит. Может быть ничего и слышно не будет. Вот так вот. Вот братья продолжают. Уже близко-близко подходят. Сейчас Игнать Тихончик крупным планом возьмём. Вот. Вот. Вот это вот он. Вот идёт. А вот Володя. Владимир Александрович Плащенко наш. Вот как он шёл по горлышко. Теперь уже меньше, чем по грудь. И братья. Вот. Вот. Тарасий хлопает. Он пока не орудует. Без устали. Это тоже труд. Вот он. Молодец. Морячок. Православный. Православный. Господи. Господи. Вот этот труд. Вот он. Не вот идёт. Не вот. Опять вот Игнать Тихонович. Крупным планом. Нестер. И отдаляемся. Отдаляемся. Вот. Так. Вот так. Всё. Всё. Всё это выглядит. Сейчас уже начинает выходить в профиль. видно намного лучше. Вперёд, вперёд проходи. Вперёд. 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 Влиже это всё дело. Вот так вот. Сейчас широкое место заканчивается. Начинается узкое место. вот и вот сюда на берег вот так вот тут на берег вот вы должны выйти еще метров 50 идут медленно но верно и мотивность постоянно корректируется володя хорошо исполняет братья тоже ревностно тараси далеко не отходи от дяди володи стой на месте тут я уже начинаю корректировать то что все понимаю уже в чем дело чтобы рыба не прошла она будет бояться удар правда сейчас я включусь потом включу вот я во всем виноват оказался на берег то выйди что-то там бежишь на берег выскочить на берег сюда выйди сюда на берег выходи все делать наоборот я знал что за этим еще что-то стоит ты здесь как раз не нужен теперь залазьте и там бейте все делать наоборот я же рассказывал кто начнешь рассказывать глаза потом закатят и стоят идите по воде будут залазьте оба я же рассказывал они ничего не понимают сейчас как раз надо гнать в воду и сюда сюда идите вот вылазить на твой берег будем здесь лучше вот тут вот побыстрее побыстрее Володя сейчас заворачивать будем вот так подходите ближе к степи стой на месте теперь стой на месте стой стой не ходи дальше ну бей 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 отойди немножко назад назад отходи видишь дядь Володя дальше тебя идет а теперь выскакивайте быстренько сюда сюда выскакивайте тащите сети сейчас помогайте руку подавай подсекай его Володя подсекай вот так боком держи ну тины много ты отойди подальше Игорь тебя всю сеть то не видать же сплотную подошел да я сейчас помогите помогите там давайте тянуть куда лезешь ты подвес тяни сбоку давай 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 нет там вот это большие что то есть большие есть все остальное нож хорош ну давайте посмотрим Володя иди снимай а то я не смогу я сейчас разверну а то я не смогу я сейчас разверну кто там развернусь сеть сейчас сейчас собирайте мелочь выворачивай вот так ух ты ничего себе оооо красота Володя ведро там взяли нет за ведром бегите за ведром быстро не ставь ведро неси Володя мешок то там мою сумку захвати красную ооо ничего себе вот это да я не разверну так мы сейчас зайдем второй раз мы разбудили его сейчас второй раз может еще больше будет только мы меньше зайдем ну давай вот сюда теперь спрячивать надо а тут выбирать вот как надо рыбачить это мыши проели сколько ушло то ну да да конечно давай ого давай вот это рыбалка что где у тебя володя я тебе говорю большую сумку то брать да я не взял ее давай вот эту грязь выбрай вот это да желтики главное все десятки просто вот сюда карася и мы пустим туда брат мешков мешков нету там случайно в машине у меня нету ничего это брат это это Тарасий сбегай там у меня это должна быть пакет должен быть прям так завязанный в багажнике вот одно ведро взяли больше нету ведра какой пакет есть одно ведро одно одно пакет черный ну откуда я знаю какой иди смотри быстрее так подожди ребята что то не то делаем карася надо сейчас отдельно ну в ведро давайте завезем туда ведро тогда ведро сейчас вывалить надо а это в мешок мешок подставляй нету мешка какой это мешок я как-то показывал на целлофановый ты не взял нет я не взял понимаешь умниче начинаешь мне очень не нравится показал ты сразу вот так вот встал ну кого я говорю бери понимаешь нет да я хот карасей выбираем я хотел взять да что то забыл да не надо хотеть потому что сказано брать не взял хотел не хотел если подчиненности нету ничего и нету это я не знаю наслаждайся рыбалкой в библии написано что это благословил вот сколько все насытились нам нужно карасей сохранить пустой мешок там лежит узга не порвано карасей выбирайте сюда этот пустой пакет завязанный что ты как маленький смотри давай внимательно карасиков скорей только карасей подожди не кидать не кидать не годится подожди мы сделаем так он не терпит этого еще шурят его отлетает ну ладно он хочет их запустить видимо куда-то я просил 10 карасей а мы пустим сотню самый большой откладывайте в сторону слава богу давайте карасей наберем там еще пакет будет ну и там еще можно будет взять потом там еще есть черный большой карасей ведро наберем а остальные домой вот придется ехать домой да ну конечно надо во первых сразу их запускать чтобы они не вот они здесь не поврежденные целые да это бесконечно это так вот вот этих больших откладываем в сторонку большие кидай туда самые большие домой возьмем пирог сделаем вот никогда такого я не видел Володя посмеялся ты, Володя, научись четко выполнять один раз запустил прикослое а дальше уже легко пошло только абсолютная подчиненность дает результат а вот мы набили сюда уже не вмещаются да руки скользкие стали как отмыло все сейчас деревенские увидят так и сразу сетями побегут сюда Игорь да не только они все сбегутся сюда мы тебя попросим сейчас мы с рыбой останемся а так и так нам ехать ты доехай до Рыжковска опрокинь ведро и возвратись назад а не задохнуться у нас здесь только мальчонку одного чтобы он держал ведро да мы сейчас наложим еще Тарас поедешь ну да Игнатиныч только мальчонка пускай со мной держит ведро иначе оно уже опрокинется я же должен рулить Тарас не пускай не не пускай не а полностью набита а в мешке они еще не выдержат вот этом желтым вот желтый еще держи пакет давай в мешок спрашивай так тогда я машину сюда подгоняю побыстрее да а что подгонять сейчас нет ну твое дело сюда прям сейчас подъеду давай долго не задерживайся подожди-ка надо по щатой полей кабачки ах никогда такого гола никогда никогда не видел какая благодать Нестар пробегись костыль поищу по берегу вот здесь посмотри где внимательно вот он дай мне его слава боже покарасить 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 ха-ха-ха 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 нет как все дольше проживут быстренько держи мы набьем сейчас этот и это и все запустим тот пруд давай поближе сюда маленькие карасики все туда от них толку никакого нет большего туда поближе подкидывать давай бери бери тараси зачем ты гальянов этот карасик нет карасика выбирать это раз я ничего вообще не слышишь кида 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 в пакет ему говоришь он куда-то глядит вот это твоя не буду пить то не хочу и в мозге ничего не проникает вот вода это крупный тоже если прийти там прорвется мешочек у вас вот это вы все равно соберите и рыбу туда пустите сколько не возьмешь особенно мелкие вот эти пятачки для сколько их они все вырастут к осени так не старбит поберегись давайте давайте ладно я согласен сейчас давайте мелочь мелочь бери я не знаю сейчас прошу у нас же две камеры то там у меня камера лежит можете заснять принципе да да точно так же все а вот мы еще домой заедем чтобы взять например мешки да можете домой заехать еще взять ведро большое ведро это два ведра возьмите да и мешок один захватите тоже мешок он сказал и два ведра взять пятна на веранде там лежат мешки какой-нибудь выберите вот так что значит вот это казалось засада две рыбы по сторонам тебе дали держать так держит тараси только дали держать все рыба полетела мимо вот тебе и березовый сок не буду пить хотя все с одним связано болячки разные ты все делаешь что подали мигом в рот мужчиной будьте никакой игорь говорит может вы сами выпустите карасей съездите еще ради я поеду то все она собирать подосить опрокинуть воду не бросать промка плотную к воде какая трудность это у нас вообще счета нету больше чем 100 всякого вида большие надо выбрать потому что мелочь тут у нас еще нет вот маленько выбираются вот эти пятачки то давай собирай они вырастут вишь какой маленький прям совсем маленький ну а тут то еще сколько и гальяна все сегодня и кошек накормим и себе из гальяна пироги сделаем володя сушить начнет ли никакой гальян так мы еще много упустили там них дырки то не залатали мышки то прокусили все давай здесь у тебя я посылаю давайте дай битком обито все надо быстро это сделать сейчас вовля не день чтобы не помяли ничего это не то что лишь какие граната заехать дома можно везер взять а вот вот карась выскочил для никакой гальян я не пойду буду выбирать здесь сейчас подготовить вернетесь и мы снова еще раз зайдем вот вы ведро эту опрокинете еще возьмете ведро или 22 на кусает тварь какая он карась вот здесь в общем так все садимся подожди кай я выберу тут большие подожди ну которые более-менее большие выбрать надо рюкзак это домой мы отобрали хотя можно было сейчас полезно я сказал я верю что ты возьмешь а ты раз по своему уже до бога ведро сюда сюда вперед вперед и гнатимович а вот так заходит сбоку его аккуратненько и сюда мальчонку тогда второго надо тоже чтобы пакет держал да раз он одного хватит иди сюда а его не хватит а он прокинется и там же вот так вот все вы чё давай беги сюда иди садись сюда вы держать будете ты держи как следует нам некуда даже ложить рыбу сейчас мы привезем так домой заехать два ведра больших взять где они стоят-то там знают он знают где можно вместо васильный где угодно два ведра и все или мешок да возьми мешок возьми мешок а это прокинете доведите до воды не сверху бросать я вот так успели вам рядом не то что это где свои там мы заснимем это у нас камера есть камера а прокинуты камеру кто-то давай все володец кончай давай убирать рыбу и так понятно надо убирать ладно сейчас будем туда покажи машина скрылась поднимись к верху там успеешь вон они поехали сейчас через первый мостик будут переезжать вот сеть надо промывать не вот это еще в один конец протащи а в другом хлюпать надо за один конец надо целиком протащить на тот берег просто бери вот тащи прямо тот берег положи чистый вот этот который а этот грязь останется посередине и и похлюпаешь и все только не переворачивать как она идет так и тащи дальше видно будет вот один раз протащили фактически два ведерка набрали карасе это около 200 штук и повезли на рыжковский а я с ребятами договариваться на берег затащи чистую положи а грязно оставь здесь зайди и тогда похлюпаешь вот так еще еще выше выше зато затаскивай а теперь начинай промывать ее внизу там раза расправь это что рыба осталась у нас сумочку скоростями набили полную и там как бы два ведерка сказать а много ли это ну как сказать много много здесь ведро то будет определенно вот вроде а володя ты в кучу только не собирай ее и надо тебе зайти с той стороны было с той стороны поплавок не утонет а та на дне лежит грязную то поднимаю ее отступись и растяни ее растелешь надо вот так чтобы она натянулась а теперь этом этот надо было на берег подальше затянуть о а теперь промоешь чистенько будет и сейчас все обратно мы скрутим и пойдем там на месте раскрутку дадим на вон там на том выступе вот это требуется растянуть да можешь туда тянуть вот а рядом у нас шлюз вот как раз шлюзу мы и подтянули да она ушла вода прорвала вон где камни лежат полметра примерно вот и бери берег желтая то вода все было нора брона за обнаружились норы тут хатки были кто-то разрушил или что сегодня у нас 3 июля 3 июля а послезатор подъезжать будут ждем людей отовсюду ну немного но подъезжают три машины на трех машинах к крещению готовится будут проходить будем из двух общин будет церковный совет экзаменаторы как люди подготовились к крещению сколько лет проходили оглашение все сейчас перетащим назад все рыба это все она быстро на солнце то замирает тут вот правили вывалить живет все едет игорь ездил он мы дали ему карасей примерно я так примерно около двух ведер 200 штук примерно на рыжиковский пруд сейчас мы узнаем сколько осталось живых а рыжиковский пруд это вон то поля сейчас он спустится можно будет показать вот он на первый мостик спускается игорь добунов с ним тараси и нестор помогали что взяли ведра но определенно в домой то еще ничего не завозили вот он проезжает сейчас медленно не одно каменистое вылазит на все на берег все пошел на трассе на второй мостик там его плохо видать неважно я просил ребят карасей 10 запустить они все не запустили уже прошу несколько дней не упади а господь видишь как делать помолились около 200 по 20 раз больше не были в тягость а мелочь которая а куда вы такую мелочь на то сорная рыба гальян 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 сушим мелкую даже и мы не потрошим она получается такая как пора добавляешь ложка мне какая идет это паровоз это идет сейчас соберем ту которая здесь есть и нам бы хватило сегодня уже надо один раз попробовать мы далековато захватили там глубоко да еще вода ушла тут шлюз прорвало деревянские стараются спустить лишь бы дорогу сохранить а я говорю нет дорога и рыба и птицы даже журавлей видели гнездо журавлей вывели впервые за всю историю этого не было никогда тут появились кусты наши заросли пара журавлей летает но если до 7 не улетят их застрелят да игорь вовремя приехал ну все засняли выпустили посмотрели немножко но минуты 3 короче говоря прям я говорю минуты 3 за ними понаблюдали сразу много ушли под воду то есть а многие плавали ну сколько ну штук наверное 60 осталось но я когда камеру выключил уже начал уходить смотрю прям сразу по 5-6 штук прям раз и погружаются то есть но а маленькие видать плохо выдержали они еще лежат маленькие а крупные нормально пойдем более выносливые все решили больше нет а решили больше нет еще раз был зайдем быстрее идите не одевайтесь раз собирая рыбу давай быстрее вот это лишь вот так попадает вот это выбрасывайте давайте это кто просушен у нас на зиму будет много это гальян ссорная рыба он все пожирает так права не бросил и посмотри попала нет трава сразу выбрасываем давайте потихоньку все соберем и сейчас еще раз зайдем проверим мусор выбрасывайте грязь вот это я заглядываю туда я заглядываю вы нет и что тина где-то сразу отбрасывать я же говорю там бросать и выбирать брось их и погляди давай не на удочку побольше малинку побольше сотню раз если не в тысячу ну 15 литров какой у вас самый большой нашел какой был какой был промышь теперь по порядку больше все забрать до одной рыбки все наши машина закипела напрочь как вы гляну в половину здесь не клюет как же не клюет это мне непонятно так сильно с грязью не грести выше так вот на руку и выбирать ну все сейчас можно говорить что в потеряевке рыба есть все а сейчас можно говорить в потеряевке рыба есть конечно есть теперь на тот пруд тут большой карась будет воды то больше вот как бы вода не ушла здесь это тут бы было хорошо деревенские нисколько не заботятся у меня есть подозрение что они умышленно сами уменьшают уровень воды ну разрушают шлюз чтоб сохранить лесной прорыва не было ну что такое да так и есть а мне так батюшка и барабаш говорили да ну что я сделаю могу вредительство а то они меня вредителем в том году назвали они не делали не платили дороги то не было прорыв один был сейчас опять вот ремонтировать это больше 200 тысяч может обойтись не рубля за все время я не упрекаю просто говорю у Игоря спросить выключил нет он камеру то да он выключил да выключил он говорит выключил камеру выключил выключил говорит выключил хорошо а там видно если там в этот горит сзади значит запись идет я на кнопку нажал она брякнула мы сюда если рыба попадется опять выберем на это место да из грязи не свисли аккуратно так бери чтобы грязи нисколько не было ой ты какой маленький кальянт так по одной подъем ого да отпустите его а сейчас уже поздно бросай смотри какой маленький он уже погиб ой ладно вы оттуда уже хотите идти или тут поближе поближе ага вот с этого выступа вот ну это с узкой части да 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 ага небольшой как-то не очень ну там глубоковато конечно а ты телефон то не взял с собой сейчас мы прямо пойдем туда нет вы новые ветки возьмете нет почему здесь у меня слушай Тараси когда говорят я слушаю а что ты с коленкой сделал вот это а это я упал а упал я его оставлял здесь да это дома еще когда я дома ну что ты маленькая такая береги себя что ты так упал старайся не падать очень много это ведро сейчас ему поставить туда чтобы от жары она там не портилась не вспыхла Игнатий Тихонович молоденька печку истопить Игнатий Тихонович у вас Дениго живет Игнатий Тихонович я не слышу еще надо он не слышит он зовет вас ну что зовет то я не могу пойти зовет мне то скорее надо выбрать и зайти еще раз и уехать меня нельзя звать где корова это с этой ну все все на этом заканчиваем Игнатий Тихонович ой ну что теперь рыбы много не отправляйте нас ночью на рыбалку ладно не пойму что надо на рыбалку curso я не понял я про это говорил я не про это Игнатий ИroomhilMagovic я про то что вы хотели нас ночью отправить теперь то что не отправить ночью то хотели чтобы мы съездили на рыбалку мы люди В 我 시ället Сейчас чистить надо, это надо же сохранить теперь Это не чистится Вообще не чистится Но некоторые чистятся Крупная, которая есть, попадется Это все просто так сушится Сейчас пешку и стопит русскую, и ничего нету Это очень хорошая добавка Когда ест суп или что-то Как порох Смотри Это первое, значит, мы туда отправили А сейчас, Игнать Иванович Сейчас точно так же я сижу и камеру Да Давайте я так сделаю Я вот ведро поставлю И на ведро камеру, а то у меня руки трясутся все равно Ну пускай Ну смотри Я лучше буду смотреть и подправлять А то я смотрю, ветер дует Ты поднялся, пошел Это не надо Не, ну тогда я неправильно Тогда вот тут надо сидеть, вот отсюда вас снимать Выбери место, сядь и не с места Абсолютное послушание Вот тогда такое будет у нас Ведро занести туда, вскрыть Наперед Снимаем, уходим Куда, туда В машину, в тенек машины поставьте А то она закипит там И она туда не влезет наперед Слава Богу Это только на...